Династия ученых в Казанском Федеральном. Как изменились правила поступления в КФУ? Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Бульшат Губайдулина. В Музее истории Казанского Федерального Университета торжественно вручили дипломы докторам и кандидатам наук. Мероприятие традиционно началось с речи первого проректора, проректора по научной деятельности Дмитрия Таюрского. Он выразил надежду, что научная карьера присутствующих на этом не остановится, и они будут стремиться и в дальнейшем получать важные для страны научные результаты. Также Дмитрий Таюрский отметил, что в преддверии Дня российской науки и 300-летия Российской Академии наук это особенно важно. Документы о присуждении ученых степеней получили 23 человека. 21 по 23 января студенты Института дизайна и пространственных искусств Казанского Федерального Университета приняли участие в финале конкурса в рамках программы художественно-промышленной выставки форума «Уникальная Россия». Казанский Федеральный Университет на конкурсе представил два проекта в номинации «Смотровая площадка». По итогам очной защиты победителем конкурса стал проект «Гора Байгуресь», разработанный учащимися Института дизайна и пространственных искусств КФУ Ксении Кутявиной и Лидии Яхановой под научным руководством Диляры Акшовой. Проект студенки ИДП Камилы Ахмеровой «Сады у Казанки» занял третье место. С наступлением 2024 года в приемной кампании Казанского Федерального Университета появились небольшие изменения, которые могут затронуть желающих поступать в ВУЗ в этом учебном году. Общий объем бюджетных мест на 2024-2025 учебный год в российских ВУЗах составит 620,5 тысяч. Соответствующие приказы, изданные Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. В Казанском Федеральном Университете предусмотрено 7 499 бюджетных мест, что на 199 больше, чем в прошлом году. В число ВУЗов, лидирующих по количеству бюджетных мест, вошел и Казанский Федеральный Университет. Значительное нововведение коснется медицинского профиля. В рамках отдельного конкурса для иностранных граждан все экзамены будут проходить в очном формате. Русский язык как иностранный и профильный экзамен по медицине. Все ВУЗы страны выложили свои правила приема, поэтому с правилами приема можно знакомиться на сайтах о приемной кампании 2024 года. В том числе Казанский Федеральный Университет тоже выложил правила приема по поступлению на этот год по программе бакуриата специалистов магистратуры. Что же касается приемной кампании, которая грядет летом, она не сильно отличается от кампании предыдущего года, если кто-то следил. Но хотелось бы отметить основные реперные точки и основные моменты, на которые следует обратить внимание. Это то, что приемная кампания для граждан Российской Федерации, поступающих по общему конкурсу, начнется с 20 июня. Продлится она до 25 июля. Будет прием заявлений. Заявление принимается на бюджет и на вне бюджета в формате 5 вузов, 5 заявлений в каждом вузе, 5 направлений в каждом вузе. Ребята, которые планируют сдавать внутренние вступительные испытания творческой направленности, либо ребята, которые имеют право сдавать внутренние вступительные испытания в связи с какой-то льготой, они должны будут подать заявление несколько раньше, это до 15 июля. Это такие основные моменты, на которые следует обратить внимание. Конечно же, следует следить за изменениями на сайте приемной кампании, приемной комиссии, следить за днями открытых дверей, следить за всей поступающей информацией. Это у нас такое первое краткое включение о грядущей приемной кампании. Мы будем, чем ближе к приемной кампании, все чаще выходить в эфир и все больше знакомить с правилами поступления. Всех ждем в Казанском федеральном университете. Для российских граждан формат сдачи экзаменов остался тот же. Русский язык они могут сдать как дистанционно, так и очно. Неизменной остается дата начала приемной кампании для граждан Российской Федерации – 20 июня. Если ребята вздают внутренние вступительные испытания, документы будут принимать по 15 июля. Кроме того, стала известна информация о количестве особых квот для детей-участников специальной военной операции. Квоты уже выделены, уже определены квоты для льготной категории и для отдельной квоты поступающих. Как раз дети-участников специальной военной операции входят в отдельную квоту. Квота выделена в формате 10% от общего количества мест. В этом году, как и в прошлом, подача документов в Казанский федеральный университет возможна через портал госуслуги Российской Федерации, суперсервис поступления в ВУЗ онлайн, в социально-образовательной сети «Буду студентам», лично, а также через почту. Карина Саяхова, Елизавета Газизянова, Николай Осуховский. Универ Новости. Казанский федеральный университет Знаете далее в сюжете. Ключевой проблемой изучения которой стала ориентация обучения на творческое саморазвитие конкурентоспособной личности. За 30 лет работы Андреева в Казанском университете под его руководством защищено около 80 кандидатских и докторских диссертаций. Он автор более 200 научных трудов, среди которых педагогика высшей школы, педагогическая прогностика, педагогическая эвристика для творческого саморазвития, многомерного мышления и мудрости. Каждая из его монографий является фундаментальным, целостностным, принципиально новым педагогическим исследованием и мощным методологическим фундаментом для дальнейших научных разработок. Папа мне всегда говорил, что лекция прошла неинтересно, это, наверное, ты не так подготовилась. Он всегда давал большое значение, придавал тому, как подготовиться к лекциям. И до сих пор помню, вот на столе лежали папины такие небольшие какие-то записочки. Он всегда тезисно записывал содержание лекций, ключевые какие-то позиции, всегда помечал. И его лекции, они были такие дискуссионные, это всегда была такая активная, интерактивная, как сейчас бы сказали, да. Это были включения деловой игры, каких-то небольших экспериментов, исследований. Это всегда было очень вдохновляюще, очень мотивационно для слушателей, для студентов. Ну и до сих пор ко мне в университете часто коллеги подходят и говорят, что мы помним, как, еще будучи аспирантами, слушали Валентина Ивановича Андреева. И правда, это очень приятно, что в университете есть такая вот идея какого-то, не знаю, семейного взаимодействия, династийной какой-то природы. Мне кажется, это очень-очень здорово. Я видела, как папа готовится к лекциям, как он готовится к выступлениям, как он... У него, в общем-то, даже летом, даже во время каникул всегда был компьютер, всегда была под рукой какая-то литература, он очень много читал. И вот эти вот книги с его подчеркиванием до сих пор у нас в семейной библиотеке, это та необыкновенная какая-то среда, атмосфера, в которой мы росли. Вслед за великим человеком по стопам ученого пошла и его дочь Юлия Андреева. По ее словам, свое детство она практически полностью провела окутанной наукой и стремлением к получению новых знаний. Отец часто приносил домой лекции на проверку. В семейном лексиконе многократно фигурировали стандартные выражения, характерные для вуза. И вследствие, совсем юная девочка уже была хотя бы косвенно приобщена к деятельности вуза. И вот через много лет, окончив Казанский университет, она решила стать профессором. Ныне Юлия Андреева занимает соответствующую должность в Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций. Я была удивлена, когда у меня были очень средние успеваемости в школе, математика, химия, физика, все мне сложно давалось. Но как-то вот он пригласил меня к себе в кабинет и говорит, знаешь, Юля, я подумал, тебе нужно быть журналистом. Я чуть в обморок не упала, я говорю, как так, почему? Он говорит, я проанализировал, подумал, у тебя очень хорошо получается сочинение, ты любишь читать, тебе интересны люди, я думаю, что у тебя в этой сфере что-то получится. И вот удивительно, папа, видимо, на самом деле настолько талантливый педагог и психолог был, что он как-то чувствовал зону роста каждого из нас. Ну, действительно, до сих пор я журналистикой, рука об руку, все эти годы, даже когда я стала преподавать, я уже больше 22 лет преподаю в университете, тоже с папиной и легкой руки. Он всегда считал, что человек, даже реализованный в профессиональном плане, может быть и служить в университете, может и преподавать. Кроме того, родной брат Юлии Андреевой, Максим Андреев, также является преподавателем и профессором юридических наук. Свою карьеру он начинал в Казанском университете, который закончил по направлению юриспруденция. Сейчас же он активно продолжает свою работу в этой сфере, продвигая величественную династию ученых. Точно так же, как и меня наставил папа в свое время, точно так же он посоветовал направление профессионального роста для моего брата. И у нас получилось так, что у нас в семье папа был профессор, академик Российской академии образования. И я и мой брат Максим Валентинович, мы профессора, доктора наук. Но каждый в своем направлении. Я кандидатскую по психологии, докторскую по педагогике. И защищалась в папином совете, это было очень волнительно. Все три часа, пока шла защита, папа сидел в своем кабинете, не выходил, очень переживал. И мне было, конечно, очень важно не посрамить честь флагой, как-то выступить достойно. А Максим, мой брат, он пошел по пути, ему была очень интересна идея дипломатии, дипломатической службы. И он в итоге выбрал направление международной юриспруденции, международного права. И он доктор юридических наук, он сейчас профессор Казанского юридического института. И он тоже уже 20 лет преподает, занимаясь и бизнесом, и издательским делом, и параллельно тоже преподавательской деятельностью. После кончины великого профессора Валентина Андреева, его дочь Юлия Андреева выступила с инициативой продолжения громкого имени своего отца. И были организованы Андреевские чтения. В конференции традиционно принимают участие известные ученые и методологи педагогической науки из России, ближнего и дальнего зарубежья, которые представляют результаты своей работы на тему творческого саморазвития личности. Идейным вдохновителем стал сам Валентин Андреев. Андреевские чтения – это конференция, такая масштабная, событие масштабное, которое объединяет на своей площадке молодых ученых. И, как правило, мы проводим и мастер-классы, и какие-то большие такие интеракции с молодыми учеными, со студентами, с магистрами. Это экспериментальная площадка для развития идей творческого саморазвития личности, для идей казанской педагогической школы, которая в свое время основал и создал Валентин Иванович Андреев, мой папа. И в этом году эта конференция будет идти в восьмой раз. И мы, конечно, будем рады участия всех. И каждый раз мы вспоминаем папины идеи. Мы что-то, думаю, продвигаемся дальше в этих исследованиях. И, вы знаете, каждый раз, когда я выступаю на этой конференции, мне так морально непросто приходить и выступать, потому что у меня такое ощущение, что я говорю за папу, что сейчас он уже не с нами, он не может говорить. И как-то, знаете, в этом году, когда я вот недавно думала о том, как я буду выступать, о чем я буду говорить, я вспоминала, когда папа уже болел, и его последнюю монографию, как раз мне предстояло ее презентовать на конференции. И он говорил, вот давай я тебе сейчас надиктую, поговорим о том, что наиболее важно как-то подметить в этой монографии, о чем ты должна сказать. И вот каждый год, когда я выхожу к трибуне и говорю о чем-то с аудиторией, у меня такое ощущение, что я говорю от лица папы, что я должна что-то очень важное сказать, что-то подметить из современного такого мира, из современных трансформаций, о чем бы, наверное, папа сейчас говорил. Когда профессора не стало, организацией проведением конференций стали заниматься его ученики. Все это было сделано с одной единственной целью – продолжить дело великого ученого, который бесспорно остается значимой личностью не только в стенах института, университета, но и всей страны в целом. Елизавета Газизянова, Карина Саяхова, Кристина Отекина, Тимур Ахметов, Николай Осуховский, Универ Новости. Уже завтра, 25 января, в культурно-спортивном комплексе «Уникс» пройдет ежегодный концерт, посвященный Дню российского студенчества. Все студенты, преподаватели и сотрудники КФО приглашаются на грандиозное празднование. Специально для тех, кто не сможет прийти лично, концерт будет транслироваться на телеканале «Универ ТВ», а также в официальных группах Казанского федерального университета и «Универ ТВ» во Вконтакте в 16.00. На этом все. В студии была Кульшат Губайдулина. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова